постоянное прислушивание сердцу сердцебиению вечернее время перед сном когда вы ложитесь спать и ваш мозг начинает концентрироваться на сердце когда мы ложимся спать мы ложимся либо на правую руку либо на левую руку вот и наше ухо попадает на пульс то есть вот мы ложимся на руку и пытаемся заснуть и в этот момент наш мозг фокусируется на наших ударах сердца то есть на пульсе очень хорошо прослушивается это и мозг как бы ведет наблюдение и ты слышишь так 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 и потом вдруг вот этот цикл работы сердца он как бы раз и замирает и в этот момент у тебя сразу проявляется испуг он реагирует на на этот момент пропадания работы как бы сердца и все и тебя охватывает страх но этот момент как бы прерыв замирание вот этого сердца он там проходит буквально наверно считанные доли секунд а что происходит в это время экстрасистолию мы не отменяли и мозг как бы дает неправильную команду и вот это на работу нашего сердца этот нервный импульс и наше сердце на какие-то доли секунды как бы сбивается до ритма но как бы замирает и все его и нас охватывает страх то есть что-то сердцем сразу вот идет это трактовка тревожного мышления что сейчас я умру вот точно так если мы переворачиваемся на спину то уже мозг начинает наблюдать именно за нашим сердцем за нашим сердцебиением и он точно так отслеживает вот чистоту наших сердечных ударов снова бум 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 и тут раз сердце как бы замерло даже бывает вы на какую-то долю секунды как бы перестали слушать как бы это сердце либо как бы отвлеклись а вот у меня что-то такое было я лежу и думаю и моё сердце становилось а я еще живой тебя страх берет потом вот это понимание ты все осознаешь что вот это экстрасистолы так работают на замирание там на доли секунды нашего сердца но но наш мозг постоянно контролируют эту работу он постоянно завязан на отслеживание вот этого нашего сердечного ритма и ты постоянно находишься в таком напряжении в тревожности ожидаешь вот какого-то нехорошего момента что делал я я понимал что мне нужно переключиться вот от этого постоянного наблюдения за своим этим сердечным ритмом то есть я стал ложиться на спину и дышать животом на то время меня уже неплохо получалось переключение потому что его начинал тренировать со сна когда выводил картинку и удерживался это в мозгу но когда вы ложитесь на спину и начинается как бы он начинает наблюдать за сердцем вы пытаетесь переключиться на другую тему например за тех за дыхание животом что использовал я я начинал дышать животом и как бы ты наблюдаешь как вот живот подымается вверх-вниз вверх-вниз и ты уже вот как бы контролируешь этот момент чтобы не наблюдать вот этот сердечный ритм но как будет происходить у вас вы будете ложится на спину и начинать делать вот эту дыхательную практику которую рекомендует все психологи потому что уровень кислорода углекислого газа приходит к одинаковому количеству в наших легких из-за этого там расширяются сосуды и тревожность понижается но у вас мозг будет постоянно вас сдергивать на наблюдение за сердцем вот вы как бы раз пытаетесь его переключить на живот он снова вас станет на наблюдение за сердцем вы снова его возвращать на наблюдение на живот и вот идет такой как бы момент борьбы вот с мозгом чтобы его переключить потому что вы туда он обратно вы туда он обратно но когда вы будете тренировать этот момент у вас постепенно начнет получаться зафиксировать его на том на чем вы хотите зафиксироваться это может быть наблюдение за животом может быть думание про что-то другое наблюдение какой-то своей картинке какую вы водите но задача на тренироваться чтобы переключаться вот с этого наблюдения за своим сердцебиением потому что постоянно за ним наблюдая вы находитесь постоянно в определенном таком уровне напряжения то есть такая легкая тревожность которая не дает вам расслабиться и заснуть и вот когда я понимал что мне надо делать переключиться с этого наблюдения переключался на живот начинал животом дышать наблюдал за этим дыханием приходило такое успокоение ты приходишь в норму тревожность понижается и потом уже вот с этой дыхательной практике я перед переходил на визуализацию себе картинки которые тренировал когда учился спать и уже с этого ты спокойно уходишь в сон но это у вас получится не сразу потому что многие у меня спрашивают даже те кого я консультирую вот за день-два хотят уже чтобы там все прошло все получалось вот но это не быстро происходит это происходит путем тренировки примерно я вам скажу это начинает получаться где-то через две-три недели уже у меня получалось неплохо делать вот эти переключения то есть направлять мозг туда куда я хочу либо это визуализация которую я применял вот вечером там перед сном и сердцебиением либо днем когда происходили вот эти все вещи ты фокусируйся на какой-то предмет но это все придется временем поэтому путем тока тренировки вы добиваетесь вот этого результата и вот так я избавился от этого момента чтобы постоянного наблюдения за своим ритмом сердца и переключая мозг от этого ты за он забывает про это наблюдение как бы ты убираешь вот этот симптом симптом постоянного этого наблюдения все спасибо вот что я вам сегодня хотел рассказать в своем ролике буду далее писать вылаживать рассказывать что как я делал в каких ситуациях что применял и как я выходил постепенно вот с этого состояния все спасибо до свидания спасибо что меня смотрите спасибо 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 спасибо